Человек не может жить без информации, а без новостей своего города тем более. Пчелков эту миссию несет в частности газета «Время» и так уже 90 лет. Районка, как ее привыкли называть и сотрудники, и читатели. На юбилеи в ЦДК собрались и те, и другие. Редакторы, корреспонденты, внештатники разных лет. Многие давно не виделись, и этот праздник – хорошая возможность встретиться и повспоминать. Это вот редакция, третий этаж горкома партии тогда был. Лариса Борисовна Теселкина, редактор газеты, которая принимала меня на работу, и Владимир Семенович Лобанов. Вот он где-то здесь бродит. Что-то обсуждают, какой-то материал, кроссворд, не кроссворд. Кроссворды вручную ведь рисовали, да? Да, даже отдельный гонорар был за это. Народ сидел конкретно на кроссвордах и зарабатывал деньги. Летопись районов, пожелтевших от времени подшивках. Первый номер газеты вышел 10 марта 1931 года. Первым редактором райком партии назначил Сергея Савалеева. Первое название – «За ударные темпы». Оно было созвучно задачам, которые решались в то время в стране. За 9 десятилетий четыре раза менялось название районки – «Коммунист», «За коммунизм», с памятного всем августа 1991 года – «Время». Газета всегда была зеркалом жизни района. В 30-е годы писала о коллективизации, в 40-е – о вкладе наших земляков в борьбу с фашизмом, в 60-е – об активном развитии и строительстве Щелкова, в 70-е и 80-е – об успехах в промышленности, сельском хозяйстве, медицине и других сферах, в 90-е – о том новом, что несла с собой новая молодая эпоха. В начале 2000-х газета «Время» вышла на просторы сети интернет. А здесь давайте на «Время» забудем о компьютерах, интернете, цифровых способах передачи информации. И представим, что на протяжении многих десятилетий газета делалась с помощью блокнота и ручки, пишущей машинки, фотоаппарата. Погрузиться в эту атмосферу можно в специальной фотозоне «Уголок старой редакции». Сегодня газета входит в состав Химкинского информагентства. Активно развивает соцсети. В Инстаграме читателям регулярно предлагаются прямые эфиры с профессионалами в различных сферах. С сентября прошлого года работает молодежная медиамастерская «Время. Медиа». Первая выпускница уже поступила на жорфак. Редакционная политика за 90 лет была в руках двух десятков редакторов. Нынешний Юрий Позняков называет газету агентством хороших новостей. Я хочу, чтобы со страниц нашей газеты вы больше узнавали о хорошем. Чтобы вы видели в мире окружающим больше позитива. Не потому, что мы не хотим видеть плохого, а потому, что мы хотим, чтобы наши читатели получали положительные эмоции, взаимодействуя с нами. От имени главы городского предыдущего Андрея Алексеевича Булгакова хочу вас поздравить с праздником. Сегодня 90 лет нашей прекрасной газете. Газета «Время» по праву является одним из самых лучших изданий в нашей Московской области. А журналистский коллектив – самым лучшим не только в Московской области, но и в стране. Изюминкой праздничного вечера стал благотворительный аукцион, средства от которого пошли на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и их мамам. Разыгрывались копия первого номера газеты с автографами ветеранов, клюшка с автографом Вячеслава Фетисова, право на бесплатную публикацию в газете и юбилейный торт, который выкупила в пользу коллектива ответственный секретарь Ольга Рожкова. Она, кстати, работает в газете больше 25 лет. Это на самом деле очень важно, чтобы человек, каждый человек мог чувствовать себя именно человеком растущим и нужным, любимым и любящим. Спасибо всем, кто принял сегодня участие. У нас было куплено 4 лота. Надеюсь, что этот вклад будет значим для каждого из тех, кому он предназначается. Самые почетные гости на юбилей районки – ее ветераны. Прийти, к сожалению, смогли не все. Среди тех, кого чествовали на сцене, Владимир Лобанов в одном из профессиональных конкурсов, признававшийся лучшим журналистом страны. А Дмитрий Андрющенко – самый заслуженный внештатник. Пишет статьи в газету уже 45 лет. Мне приятно видеть сегодня в зале молодые лица, потому что газета жива, пока в нее приходит молодежь. Добрый путь тем, кто начинает журналистики. Не забывайте о ветеранах. Вот такой получился праздник в честь 90-летия газеты «Время» – нашей районки. Нашей, потому что ваш корреспондент свой путь в журналистике начинала тоже в ней. Кстати, заметьте, района, как муниципального образования, уже нет, есть округ. А районка есть. И пусть она будет всегда. Ирина Микеда, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.